Всем привет! Вы на канале ATtrade, где мы рассказываем про аудио, видео и умный дом. Сегодня у нас с вами речь пойдет как раз об умном доме, вернее, об лишь малой его части. Компания Bowers & Wilkins в этом году решила, что она не только может производить самые лучшие в мире акустические системы, но и может производить усилители для них. Немного справочной информации. За последние несколько лет категория заказных инсталляций, или CI, как ее называют Bowers & Wilkins, мыросла во много раз. Поэтому было бы ошибкой не обратить внимание на эту категорию. Если раньше компания Bowers & Wilkins производила только домашние акустические системы для личного пользования, то сейчас в линейке компании появляется продукт, который можно использовать не только дома, но и в коммерческих инсталляциях. Но в первую очередь, конечно, Bowers & Wilkins это бренд домашней электроники, поэтому мы с вами рассмотрим этот продукт с точки зрения применения его у вас дома. Что такое мультирумное аудио? Это когда вы устанавливаете во всех помещениях вашего дома акустические системы. Чаще всего они встраиваются в потолок, чтобы их не было видно, но было слышно. И вы имели возможность воспроизводить музыку как отдельно в каком-то из помещений, так в группе из нескольких помещений, или же сразу один и тот же контент во всем доме. Поэтому Bowers & Wilkins представляет новый продукт. Это распределительный усилитель для мультирума Bowers & Wilkins CDA16. Что это такое? Это 16-канальный усилитель мощности на 8 зон в формате одного рэкового юнита. Посмотрите, какой он тонкий. Он выдает до 100 Вт на канал, или даже до 200 Вт в мостовом режиме. Вся внутренняя схема сделана специально для акустических систем Bowers & Wilkins и была настроена и подготовлена с помощью инженеров компании для фирменной своей акустики. Секция усилителя мощности построена на новой топологии в классе D. Жестко контролируемое качество звука с практически отсутствующим уровнем перекрестных помех между зонами. Сложная схема защиты предотвращает повреждения усилителя, а также улучшенная система охлаждения, что очень важно в такой инсталляции. В усилителе установлена пара вентиляторов, которая за счет оптимизированного воздушного потока и специальных отверстий справа и слева на боковых панелях позволяет качественно охладить компоненты усилителя внутри. Передняя панель усилителя лаконична и сделана в незаметном темном дизайне. В принципе, она и ни к чему для продукта такого типа. Все интересное на задней панели. Тем не менее, здесь ничего сложного и все традиционно. Вход для кабеля питания и кнопка мастер-питания, управление мастер-входом, управление мостовым режимом, переключатель режима включения, отдельные выходы на зоны, мастер-вход и мастер-выход, а также 12-вольтовый in-out вход и выход для управления по триггеру. Еще несколько слов про переднюю панель. На ней нет ничего, кроме логотипа и названия модели, а также светодиодных индикаторов режима работы зон, которые светятся белым или красным цветом. Красный цвет индикатора означает, что к той или иной зоне требуется внимание инсталлятора, но такое происходит обычно редко. Усилитель при подключении сразу выдает белые светодиодные индикаторы. Инженеры компании Bauer & Wilkins предусмотрели гибкие возможности инсталляции устройства. Уже в коробке в комплекте лежат классические ножки, благодаря которым данный усилитель можно поставить в полку. Но этим не ограничивается возможность инсталляции. Как известно, мультирумные усилители обычно ставят в рековые стойки и прячут где-нибудь в шкафу, чтобы не видеть. Для этого в коробке с устройством есть специальные рековые крепления для установки в стойку. Причем эти рековые крепления можно закрепить не только с передней панели, как мы привыкли, но и с задней для лучшей фиксации. Уже упомянутая в блоке технических характеристик оптимизированная система воздушного охлаждения. Из чего же она состоит? Входное отверстие для воздушного потока и выходное отверстие для воздушного потока. Два вентилятора с низким уровнем шума, установленные в корпусе устройства, затягивают холодный воздух, охлаждают компоненты и выводят горячий воздух из противоположного отверстия на корпусе устройства. Для того, чтобы вентиляция была максимально эффективной, во время инсталляции обеспечьте пространство у боковых граней не менее 5 см. У данного усилителя множество вариантов инсталляции. Мы рассмотрим лишь самые основные, но в действительности возможности этого устройства не ограничиваются только ими. Начнем с домашнего использования. Классические примеры инсталляции данного усилителя мощности. Это 8 независимых стереозон, или это может быть 4 зоны в мостовом режиме, при этом вы используете одну зону на канал для большей мощности, или вы можете использовать данный усилитель мощности в коммерческом помещении совместно с 16 моноакустическими системами. А также необычное использование данного усилителя, например, в паре с ресивером для усиления дополнительных каналов Dolby Atmos в домашнем кинотеатре. Итак, что же мы имеем в итоге? Новый, компактный, мощный усилитель мощности, который идеально согласован с фирменными акустическими системами компании Bowers & Wilkins. Продвинутая система охлаждения, которая позволяет продлить срок службы данного усилителя. А также максимально гибкий в применении. Вы можете его использовать не только в домашнем сегменте, продукты для которого компания Bowers & Wilkins производит, но и также в коммерческих инсталляциях. А на сегодня у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Пока!